В жизни каждого из нас, рано или поздно, приходит горе, маленькое или большое. И чаще всего это случается тогда, когда его совсем не ждешь. Я считаю, что самое большое горе – это потеря близкого, родного вам человека. Именно такое горе постучалось в начале прошедшего лета в двери к любови безматерных. Погибла ее дочь. В эфире ток-шоу «Шахар» и с вами буду я, Сергей Журавлев. Здравствуйте, дорогие телезрители и гости в студии. Сегодня мы поговорим о девочке, которая хотела жить. У нас сегодня в гостях мама Ани Ткаченко, любовь безматерных, и друг семьи, и по совместительству адвокат Алексей Качкоров. Прошу вас в студию проходить. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы выразить вам огромное соболезнование от всего нашего коллектива. Мы скорбим вместе с вами. И извините, конечно, как бы это ни было очень сложно и тяжело, не могли бы вы вспомнить и рассказать роковой день? Анечка вышла на улицу полтретьего дня. Наши дети домой вообще гуляют они всегда вместе. Ну, бить друг друга не могли они. И они через каждые 15 минут заходили домой отмечаться. Ну, там, где покушать, где в туалет сходить. Тут, когда Женя пришел первый раз, я говорю, Женя, где Анечка? Он говорит, мам, я не видела ее. Я вышла на улицу, посмотрела, пока их по дворам нет. Тут Женя опять, ну, в общем, около трех раз он пришел домой. Я говорю, Женя, ты видел Аню? Нет, ведь не видел. Потом он уже в последний раз зашел домой. Время было 20.07 вечера. Я говорю, не видел, не видел. Ну, мы с ним вдвоем опять собираемся, идем, ну, там, по всем нашим полянкам, там, все кругом смотреть. Не нашли мы ее. Теперь я пришла домой, может быть, что нету? Я говорю, нету. Ну, и потом уже втроем, в общем, искали, да, 20 минут 11-го, уже стемнелося. И потом я уже пошла по опорным пунктам, по честному, к нашему. Я говорю, у меня пропала точка. Ну, они позвонили, сразу, быстрое группа реагирования приехали. Они поехали по вот этим девочкам, с которыми она была. Они сказали, что она ушла в сторону пятой протины. Там поехали, вот, соседка моя, утром в 6 часов утра, поехали, там все тоже пятую протину, все проверили, нет там никого. Потом еще под утро поехала еще одна группа реагирования. И уже, когда они поехали вот этим девочкам, это самый младший, Саши, привезли их до полного пункта. И когда, не помню, я его фамилию, правда, вот, когда он уже так сильно прям нажал на нее, она сказала, где она. И вот приехал тут старший мой сын Степа с работы, и вот они поехали уже на опознание. Понятно. Спасибо большое. Еще раз извините за то, что пришлось попросить вас об этом всем рассказать. Что было потом? Потом, насколько я знаю, был суд. Да. Что требовали, допустим, вы, что... Как все прошло вообще? Как что получилось? Ну, приехали мы, вот, Алексей был, все. Ну, они, мы когда еще сидели там в коридоре, этих девочек вели, как, ну, под торгой. То, что приехали два моих сына, и я была, и у крестная Анечкина. Я не даже, знаете, мне даже смешно стало. Они до такой степени боялись, что вот именно там их, извиняя изображение, не разорвали. Ну, и потом, вот, когда нас уже пригласили, это самая, смотри, какая-то Кристина, ну, она начала рассказывать, как это все происходило. А потом, я не знаю, неплохо стало. Вот, Алексей за меня говорит. Мы не будем продолжить, пожалуйста, Алексей. Что было дальше? При рассмотрении в ювенальном суде суд установил вину родителей, то, что все-таки в данном инциденте виноваты и ненадлежащие воспитания, и ненадлежащий контроль. Но, к сожалению, помимо штрафа, действующий административный кодекс никакого наказания для таких родителей не предусматривает. Я в самом судебном заседании, в ювенальном суде присутствовал, и с уверенностью могу сказать, ни в глазах детей, ни в глазах их родителей какого-то действительно деятельного раскаяния, понимания вообще случившегося, его не было. После этого вынуждены мы были обращаться, и активисты проводят огромную работу на предмет того, чтобы были применены к ним дополнительные меры воспитательного воздействия. Но, к сожалению, закон, кроме помещения в спецшколу, на один год ничего не предусматривает. В связи с этим, чтобы хоть как-то наказать, привлечь внимание общественности к тому, что произошло, чтобы были сделаны какие-то законодательные изменения, мы вынуждены были обратиться в суд в гражданском порядке. Просили мы по 5 миллионов с каждой из ответчиц, то есть матерей этих девочек, и просили 1 миллион тенге с отдела образования города Караганды. Естественно, мы понимаем, что никогда данные денежные средства при их финансовом положении семьи не выплатят. Но мы хотим, чтобы непосредственно матери этих девочек, сами девочки и по возможности их в будущем, дети, если они у них будут, знали об этом и несли за это хотя бы материальную ответственность, раз пока другого закон не предусматривает. Суд первой инстанции, к сожалению, наши требования снизил до миллиона тенге. Сейчас подана апелляционная жалоба. Также мы категорически не согласны с тем, что отдел образования оказался у нас абсолютно не виноват. В гражданском суде было установлено то, что были привлечены к дисциплинарной ответственности и профильные работники школы, то есть социальный педагог, психолог, заместитель по учебно-воспитательной работе. Но, как нам было пояснено, это никак не связано с этим инцидентом. Считаем, что действительно недоработка была огромная в школе. Не могли дети данного возраста за один день превратиться в подобных, так скажем, сложно даже назвать, наверное, их сейчас людьми, потому что ребенок это есть ребенок, и совершать подобные действия в отношении других детей по умолчанию он не может. Отдельно я хотел бы обратить внимание на тот факт, что проведенная органами внутренних дел по их постановлению экспертиза установила тот факт, что они все три девочки вменяемые, и психиатрических расстройств никаких у них нет. Будем продолжать мы на данный момент работать. Впереди у нас облсуд, будем подавать в Верховный суд. Считаем, что должны в той или иной степени хотя бы материальную ответственность они нести. Ну и, конечно, с активистами работаем касательно того, что нужно давать большие полномочия нашей полиции, большие полномочия социально-педагогической службе, отдела образования, потому что данных детей надо устанавливать, склонных к подобным действиям, надо устанавливать заранее, брать под особый контроль и помещать в спецшколу не тогда, когда они совершают уже такие чудовищные действия, а заранее и вести с ними социальную и психологическую работу. Спасибо большое. А теперь бы хотелось услышать точку зрения закона. Для этого к нам в студии мы приведем старшего следователя по особо важным делам Панарину Любовь и представителя прокуратуры Караганинской области Топаеву Мадину. Прошу вас в студию. Присаживайтесь. Любовь Сагныковна, расскажите, пожалуйста, как проходило вообще дело, расследование? После того, как в Кировский отдел полиции обратилась с заявлением о пропаже своей 9-летней дочери Ткаченко Аня Безматерных, Любовь Владимировна, сразу же поднят был весь гарнизон органов внутренних дел города Караганды. На поиски пропавшей девочки. Ее разыскивали сначала как без вести пропавшую. Ну, то есть установили круг знакомств, круг дружеский. К девочкам приехали, с кем она общалась. Вот те, конечно, вот Циммерман Каролини, Евдокимова и Кристине, Челлер Саши. Все девочки, как один, сказали, что они ничего не знают, действительно, они в течение дня были вместе. Так как впоследствии было установлено, что девочки после совершения убийства договорились не рассказывать никому. После того, как в 7 часов утра следующего дня был обнаружен труп Ткаченко Ани в стекной заводненной местности, нам передали в дежурную часть. И выехала другая следственно-оперативная группа, группа следователей ДВД Карагандинской области, в том числе и я. И вот по дороге нам уже сообщалось, что девочку нашли без одежды. Значит, на ней были множественные телесные повреждения, гематомы, ссадины. Пока не было судебно-медицинского эксперта, значит, посмотрели, что ей передали, что на шее стронгуляционная борозда обнаружена была. И вот по дороге, пока мы ехали, в памяти всплыло еще одно аналогичное преступление, которое на тот момент у нас было не раскрытым. Также была жестоко изнасилована 9-летняя девочка и повешена на собственных колготках. И, в принципе, у нас была такая первая версия, что это могло быть совершено одним и тем же лицом. Когда, значит, прибыл судебно-медицинский эксперт, осмотрели эту девочку, вот, и судебно-медицинский эксперт показал, что это не стронгуляционная борозда, это полосовидное осаднение на теле. Сразу же, значит, труп был отправлен на судебно-медицинское исследование, по заключению которого было установлено, что девочка была утоплена. Смерть наступила от утопления, а полосовидное осаднение, они свидетельствовали о том, что девочку пытались удушить. Значит, Евдокимова Кристина рассказала о том уже, что, значит, ссора произошла между нею и Ткаченко Аней из-за куклы, которую в апреле 2012 года, значит, Ткаченко Аня украла у нее и не хотела отдавать. Ссора у них произошла из-за этого, потом они все трое стали ее избивать, потом якобы Челлер Александра выхватила из ее рук кофту, намотала на шею, значит, завязала на узел, один, значит, рукав отдала ей, другой себе, и стали они тянуть в разные стороны. А Циммерман, Каролина, она держала в это время руки. Потом, когда девочку придушили, значит, опять же, Челлер, значит, была инициатором, говорит, чтобы ее раздеть, вот она раздела, ну, раздевали все трое, вот, раздели они ее для того, чтобы сымитировать изнасилование. Ну, в связи с тем, что девочке на тот момент Челлер Саши было 10 лет, а тем девочкам 11 лет, уголовное дело было прекращено за недостижение возраста, привлечение к уголовной ответственности. Понятно. В 11 лет вопрос вот к вам. Если бы такое преступление совершил взрослый человек, какое бы наказание последовало ему тогда? Было бы лишение свободы. Однозначно от 5 до 20 лет, в зависимости от тяжести, было бы лишение свободы. Но так как девочки не достигли, дело было прекращено. Понятно. Вот Алексей сказал то, что активисты работают по расширении возможностей, мер каких-то. Что именно вы делаете и чего именно вы требуете? На данный момент времени мы составляем петицию и хотели бы в вашей передаче обратиться, значит, к юстиции, к какему городу, к областному Акиму и к депутату или помощнику депутата, чтобы нам помогли составить правильной форме. Значит, поддержали нашу петицию для отправления в парламент, где мы будем требовать изменения уголовного кодекса возраста детской ответственности с 14 лет хотя бы до 11 лет, как во всем мире. Будем требовать также, чтобы внесли поправки об ответственности родителей за своих детей, за их поступки. Я считаю, что только тогда, когда действительно родители узнают, что они понесут не только материальную, но еще уголовную ответственность, они действительно будут заниматься воспитанием своих детей. И поэтому я думаю, что мы это сделаем быстро и будем собирать в электронном виде подписей, ну и сами бегать по всем жителям. Понятно, спасибо большое. У нас присутствует психолог-юрист в студии, Савицкая Татьяна. Татьяна Ивановна, скажите, вот, пожалуйста, тут прошел разговор о том, что недоследили педагоги, недоследили психологи. Как вы считаете, насколько верно данное, так сказать, заявление? Ну, вы знаете, во-первых, я бы хотела поддержать петицию, о которой говорят общественники в рамках данного дела. Дело в том, что употребление энергетических и спиртных напитков у нас не наказывается с 10-9 лет. Но если дети уже употребляют психоактивные вещества, и понятное дело, что раскрепощается их контроль сознания, и они способны совершать какие-то, скажем так, неадекватные или девиантные поступки, то, конечно же, ответственность должна быть пересмотрена. То есть, либо дети действительно входят в разряд детей, и тогда они остаются детьми, либо если им сегодня продают различные психоактивные вещества, то, соответственно, ответственность должна быть. Другой. По поводу заданного вам вопроса. Кто недосмотрел? Вы знаете, я думаю, что вот этот случай, пусть меня простит мама, но он, наверное, как лакмусовая бумажка, показал сегодня состояние нашего общества. И вот эти дети, которые сегодня совершили вот этот ужасный поступок, наверное, это крик всем нам, что что-то надо менять. И по поводу того, что кто же на самом деле виноват, дело в том, что, знаете, здесь очень относительный вопрос, и, конечно же, каждый будет скидывать в себя вину. Я считаю, что, ну, если, скажем так, брать даже в организационном плане, то школа на момент каникулярного времени не несла ответственность за этих детей. Понятно, что за детей несли ответственность родители. Но, тем не менее, мне тоже удалось беседовать с девочками и с их родителями. Я не знаю, почему нигде об этом не говорится, что девочки неоднократно уже были замечены и в краже, и в проявлениях каких-то девиантных форм поведения. Вот это, на мой взгляд, может быть единственный момент, что педагоги и психологи, может быть, ну, скажем так, своевременно не пробили тревогу. По этому поводу и не взяты были эти девочки во время каникулы под особый контроль. Дело в том, что я являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних при Акимате города Караганды, и могу точно вас заверить, что перед тем, как каникулы начались, мы буквально пофамильно, по всем районам разбирали детей, кто, куда, детки, которые состоят на учете, даже внутришкольном учете, куда они должны были быть, скажем так, определены, кто куда едет. То есть абсолютно пофамильно это было сделано. Но то, что вот данный район находился, видимо, вот я просто даже не помню обсуждений по данному району, вот, я думаю, что все-таки это какое-то упущение в том числе и организационного плана в плане этих детей. Но мне бы хотелось сказать все-таки, что основная ответственность здесь лежит на родителях. Вот, и дело в том, что девиация в проявлении поведения ребенка, это протест против норм, норм закона, норм воспитания и так далее. Но когда я разговаривала, скажем так, дело в том, что я возглавляю организацию, которая более 10 лет работает с такими детьми, и мне часто приходится с ними общаться, и здесь, ну, мое такое вот точное убеждение, что все-таки родители порождают вот таких вот детей. Дело в том, что взрослые просто очень успешно умеют прикрывать свои девиации, могут их вуализировать, ой, простите, вуализировать. Да, то есть если, допустим, на работе мама поругалась с кем-то, то она пришла домой мужу, об этом рассказала, но при этом она никому не покажет, да, что она злится там или питает какой-то гнев или ненависть к человеку. А дети, они очень явно это показывают, они не умеют еще скрывать гнев и злость. И вот причина, которую я знаю, вот это происшествие, это как раз-таки то, что девочка, вот ваша девочка, она не мирилась с теми девиациями, которые проявлялись со стороны этих девчонок, и она периодически об этом говорила взрослым. Вот для того, чтобы она замолчала, то есть, по крайней мере, о кукле я точно никакой не слышала, а вот, ну, следствие, конечно же, располагает, наверное, более серьезными данными. Ну, по крайней мере, мне от них было озвучено то, что она постоянно их закладывала, она постоянно про них говорила, и вот, в общем, чтобы этого больше не происходило, чтобы как можно меньше за ним осуществляли контроль, в общем-то, они попытались ей как-то отомстить за это. Вот, ну, опять же говорю, что это вот только со слов самих девочек. А по поводу родителей я могу сказать, что это очень страшно. Страшно, что сегодня среди нас вот такие мутанты. Я не побоюсь этого слова, потому что назвать людей, которые не понимают о том, что произошло в их семье, и не осознают до конца, что это действительно серьезная кара, кара практическая, которая ляжет на их детей, на их внуков. Вот, не только в рамках закона, скажем так, есть еще и психологические аспекты, от которых сегодня не отмоешься, и социальное порицание. Вот, я считаю, что здесь прежде всего надо, наверное, раннее выявление, не, наверное, раннее выявление. И сегодня этот случай должен, наверное, вот знаете, как сигналом пробить, в том числе и отделу образования города и области о том, что раннее выявление таких детей возможно. И мы еще в 2007 году проводили методики и выявляли в школах детей предрасположенным к таким девиациям. Это сегодня все возможно, и возможно этих детей просто брать на контроль и каким-то образом профилактировать. Я совершенно согласна с господином адвокатом, что сегодня профилактика должна проходить не постфактум, а перед тем, как что-то должно случиться. И сегодня, поверьте мне, в городе и области достаточно ресурсов для того, чтобы вот такие вещи профилактировать. У нас сегодня общественный сектор, то есть общественные организации, достаточно очень серьезного, квалифицированного уровня, большие серьезные психологические школы, правовые школы есть. И все это сегодня возможно делать. Поэтому я думаю, что ваша передача – это вот такой мощный стимул к тому, чтобы, наверное, немножко переориентировать вид деятельности. И сегодня, ну вот скажем так, на мой взгляд, да, я с первого дня была убеждена, что ваша девочка, она просто, вот скажем так, положила свою жизнь для того, чтобы сегодня все общество приняло правильное решение и развернулось вот к этой проблеме лицом и начало как-то реагировать. Потому что дорогая цена, но, простите, и цена дорогая того, что мы сегодня, у нас практически потерянное поколение, если мы сегодня не обратим на это внимание. Как раз-таки, Татьяна Ивановна, рядом с нами сидит человек, который занимается всем этим, представитель ДВД, Игисинов Айдар. Айдар Аканович, расскажите, пожалуйста, какая работа проводится в городе, регионе, области по предотвращению, по пресечению таких вот случаев? Вы знаете, в целом профилактика преступности, и особенно профилактика подростковой преступности – это основное направление деятельности всей полиции. Вот, наши сотрудники, инспектора по делам несовершеннолетних в этих вопросах взаимодействуют не только со службами полиции, но и взаимодействуют, работают в тесном контакте с органами образования, с управлением по защите прав детей, с неправительственными организациями, с общественными организациями и так далее. Работа проводится немалая. Значит, это, прежде всего, начинается она с формирования законопослушного поведения каждого подростка. Это, в частности, и лекции, беседы, выступления в учебных заведениях. Это выявление и постановка на учет, и работа с лицами, с девиантным поведением. Категории предостаточно тех несовершеннолетних, которые состоят у нас на учете и правонарушителей, и малолетние преступники, и непощащие занятия, и беспризорники, ну и так далее. Вы знаете, мне бы хотелось, наверное, поправить немного Алексея, который в начале передачи сказал, что нет меры ответственности тем родителям, дети которых совершили проступки или преступления. В административном кодексе есть статья 111, это неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности родителями, за которое предусмотрена административная ответственность. В частности, вот родители трех девочек понесли эту ответственность. Конечно, она не соответствует тому проступку и тяжести того преступления, которое было совершено их детьми. Но, к сожалению, да, нет у нас уголовной ответственности. В уголовном кодексе не предусмотрена статья за совершение преступления, чтобы несли наказание родителей. Но мне бы хотелось бы проинформировать вас, что нами направлено предложение и в Министерство внутренних дел, и в прокуратуру о том, чтобы внесли поправки в уголовное законодательство об ответственности, уголовной ответственности родителей за совершение детьми особо тяжких преступлений. Мы посмотрим. Этот вопрос требует, конечно, тщательного рассмотрения и комплексного подхода. Он наверняка будет решаться комиссионно, не только правоохранительными органами, но и с участием общественности, психологов и так далее. Или вот эту петицию отправили после этого случая или до того? Знаете, до этого у нас были предложения, но именно вот этого предложения, конечно, не было. Возможно, да, и вот этот факт стал каким-то своеобразным толчком к этому. Я почему спросила. Дело в том, что вот когда каждый в своем поле, скажем так, воюет с какой-то проблемой, это небольшой ресурс. Но когда объединяются разные сферы, то это очень значимый ресурс. Я почему вот говорю. Мы тоже общественные организации, тоже обладаем каким-то своим потенциалом, ресурсом, специалистами. Но когда это делаешь комплексно, любая проблема должна решаться комплексом. И в основе есть конкретные факты, то это, конечно, возымеет серьезное действие. Я считаю, что сегодняшний резонанс, который образовался в обществе, который вот сформировали, может быть, даже общественники, он действительно очень серьезный. Потому что сегодня, можно сказать, проблема эта существует, и она решается. И одно то, что даже сегодня вы эту проблему подняли, и есть сегодня вот все, кто присутствует в этой студии, вы можете использовать весь потенциал для того, чтобы эта проблема, скажем так, более скоро была усиленно решена. Я еще пару слов хотел бы пополнить. Да, естественно, мы по каждому преступлению, мы разбираемся, по каждому преступлению, правонарушению. Есть издержки в воспитании, есть издержки в поведении детей. Но мне бы хотелось застрить внимание на том, что большой поток негативной информации дети именно черпают из тех же средств массовой информации, из интернета, телевидения. Вот поэтому, я думаю, здесь вот эти вопросы, их нужно решать вкупе и в комплексе, в том числе и вашим коллегам нужно будет, я думаю, призадуматься именно над той информацией, которая подается нашим подросткам. Петиция, о которой вы говорили, вообще, насколько реально ее утверждение, насколько реально понижение уголовно наказуемого возраста? Сейчас это 14 лет. Реально ли сделать его ниже или реально ли какие-то определенные случаи убрать вообще и сделать исключением из правил, чтобы за определенные преступления детей наказывали? Вы знаете, мне единолично ответить на этот вопрос будет очень сложно. Если я посмотрю, то я... Конечно, я еще раз повторю, что этот вопрос требует тщательного обсуждения, анализа, возможно изучения опыта других стран, других республик СНГ. Поэтому мне тяжело сказать. Если я сейчас приму какую-то определенную позицию, то возможно это будет неправильно истолковано, поскольку я сотрудник полиции и представитель силовых структур. Поэтому я думаю, здесь нужно решать комплексный этот вопрос. Понятно. Вот, Татьяна, вы уже собрали какую-то часть документ для подобной петиции. Какие документы имеются у вас на руках? На данный момент у нас есть подписи городских активистов. Потом, значит, есть наши подписи нашего района. В принципе, их получается уже полторы тысячи у нас на руках. Мы обращались в областную прокуратуру, в областное, значит, ДВД, также в районную прокуратуру, в управление, значит, это самое, образование. Мы писали Назарбаеву, нашему президенту, получали ответ, что, значит, это наше заявление было отправлено на рассмотрение генпрокуратуры. Но этого, наверное, мало. Нам нужно собрать около 10 тысяч подписей, чтобы это было действительно, наша петиция пошла в действие. И нам же, вот как вы сказали, действительно нужно подшивать документальные документы к нашей петиции, чтобы нас поддержали, в конце концов, наши власти. – Скажите, пожалуйста, что конкретно вы требуете в петиции? Это отдельно именно вот… – Помощи от депутата. – Помощи от депутата. – Да. Или помощника от депутата. – Ну, во-первых, нам нужно подшить, вот, я так поняла, вот к этому нашей петиции, хотя бы вот это уголовное дело, для рассмотрения туда же тоже. Плюс наши все письма, наши ответы. Плюс пожелания, которые мы хотим донести до парламента. А до парламента мы действительно хотим донести, мы хотим, наша петиция, значит, не только изменение уголовного возраста детей, да, Тноэта. Мы хотим еще вот этих детей, Челлер, Евдокимов, Циммерман, значит, чтобы их содержали в этом спецучреждении до, значит, до достижения возраста уголовной ответственности. Так как их семьи не должны их воспитывать, они просто не смогут справиться с ними. Потому что дети – это действительно зеркало отражения нашей души. Они впитывают в себя все, как губка. Они пытаются нам, как, подражать, понимаете? И поэтому в этих детях сложилась столько ненависть и столько желчи. Вот они на Анечку вылили все свое зло. И что будет в будущем, никто не знает. Получается, я думаю, правильно понял, что вы сейчас стараетесь собрать петицию конкретно по одному делу, а не в общем-то… Нет, не только по одному делу. Можно просто, мы обращаемся за помощью, чтобы нам помогли собрать документы, которые были как пример. Я немного дополню. С активистами мы работаем. Именно касательно юридических вопросов. Здесь самый главный момент, помимо снижения возраста уголовной ответственности и введения ответственности за совершение особо тяжких преступлений, как правильно представитель ДВД отметил, со стороны родителей, нужно вводить и административные меры, социально-педагогические меры принудительного характера вот к этой категории детей. К сожалению, сейчас имеется налаженная, казалось бы, значит, система внутришкольного учета, налаженная система в области ГДН, но в конкретно взятом случае она дала полный стопроцентный сбой. То есть, допустим, на сегодняшний день активисты рассказывают даже о том, что действительно школа была конкретно поставлена в известность о происходящем, ничего сделано не было. Почему этого сделано не было? Потому что, получается, инструмента тех фактов юридически, то есть небольших краж, небольшого такого вот противоправного поведения, его было недостаточно для помещения в спецшколу. Значит, нужно, наверное, менять критерии. То есть нужно один, максимум два раза предупреждать родителей, проводить потом с ними принудительную психологическую работу и помещать таких детей, либо наблюдать как-то у психологов амбулаторно, так скажем. То есть именно, чтобы работа проводилась. Сейчас делалось утверждение о том, что действительно на комиссии рассматривались вопросы по другим детям. Мы в этом абсолютно не сомневаемся. Но даже в гражданском процессе у нас возникла, даже затрудняюсь, как ее характеризовать, такая ситуация, что мама Анечки говорила, и даже мнение совпало с родителями, значит, виновных девочек, о том, что их не взяли в школьный лагерь просто по причине того, что у них сколько там денег не хватало. То есть помимо питания, значит, нужно было что-то еще оплачивать. Представители Гораной, естественно, этот факт отрицали, но пришкольные лагеря – это не путь решения проблемы. Поэтому вот этот весь спектр вопросов, и активисты сейчас, я думаю, до 10-15 тысяч подписей соберут. Впоследствии мы это действительно официально отправим и депутатам от Карагандинской области. Должен этот вопрос быть конкретно разрешен. Если мнение такого большинства людей ничего не значит, то мы будем, наверное, выходить в дальнейшем на администрацию президента, на генпрокуратуру, потому что, к сожалению, лично мое убеждение – это первый случай, но в силу социальных процессов, которые сейчас в обществе протекают, это не последний случай. Понятно, к сожалению, конечно, что это не последний случай. Татьяна Ивановна, опять вернемся к вам. На каком возрасте, с какого возраста начинают дети совершать преступления, начинают приступать к линию закона? Как выявлять, как с этим бороться вообще можно? Ну, по поводу линии закона могу сказать, что как ребенок рождается, он уже начинает где-то ослушиваться, если вы об этом. И если, скажем так, со стороны родителей есть правильная стратегия реагирования на уход от послушания, то в этом случае у ребенка формируется правильное отношение к тому, что если я не послушаюсь, будет ответственность. Ответственность несу я. Я вам точно могу сказать, что во всех ведущих, скажем так, практиках воспитания, а мы знаем, что есть национальности, да, за основу которых, в общем-то, весь мир равняется на них, как правильно надо воспитывать детей. И это, кстати, во всех культурах пропагандируется, в том числе и в мусульманской религии, и в православной, что до 6-7 лет ребенка должны уже научить правильно жить. Психология говорит о том же, что до 6-7 лет ребенок должен научиться отвечать за свои поступки, он должен нести ответственность за свои поступки. Но если мы посмотрим, то сегодня у нас гиперответственные родители, всю ответственность, как правило, берут на себя, и 18-20-летние великовозрастные дяденьки, они, в общем-то, еще, как сказать, маминки и сыночки. Бывает и такое. Но если говорить о правильном воспитании, то в 6-7 лет, когда ребенок идет в самостоятельную жизнь, переходит в школу, он должен полностью быть самостоятельным. Не в отличие, точнее, не в отрыве от родителей, ни в коем случае. Он должен уметь отвечать за принятое им решение. Вот это должны родители знать точно. Опять же, вернемся к словам Алексея по поводу того, что он сказал, что летние лагеря – это не решение этого вопроса. То есть он предложил какое-то лечение отдельно. Во-первых, сразу хочу сказать, что психологическая мера, она не может быть принудительной. Дело в том, что если мы говорим психология, дословный перевод – это наука о душе. Это не медицинская проблема, то есть это не медицинский фактор психология. Душа – это неорганическое, скажем так, существование. Поэтому работают психологи только с тем, что человек достанет, озвучит и расскажет. Поэтому принудительно можно только страхом воздействовать на то, что если ты не пойдешь к психологу, вот мы тебя там и так далее, и так далее. То есть доход до психолога, да? Ну и, наверное, уже от профессионализма психолога зависит, удастся ли ему разговорить этого человека и, скажем так, развить в нем мотивацию на изменение от вот тех привычных паттернов поведения. А квалифицированным считается психолог только после 5, 7 или 12 лет практической деятельности. Поэтому, когда девочки после университета приходят в школу, конечно же, им необходима и специализация, и опыт работы. Поэтому здесь я целиком полностью поддерживаю специалистов. Но в этом случае можно же обращаться к более квалифицированным организациям, и мы постоянно везде говорим, не справляйтесь сами, привлекайте наших специалистов. Мы дадим методики, мы дадим формы работы, мы поможем, подготовим. Мы каким-то образом подключимся и сделаем это. К сожалению, вот оттуда, конечно же, никаких с этого района, никаких обращений не было, не было обращений. В принципе, я об этом узнала о том, что девочки неоднократно совершали правонарушение с их слов. Как раз-таки о том, что вот они там то сделали, то сделали, и ничего не было. И на учете не стояли. Нет, на учете не стояли. Я не знаю, почему такое получилось. Но я думаю, что если бы своевременно это было выявлено, то, возможно, этого бы не случилось. Но с другой стороны, чисто вот так, если философски рассуждать, если бы не случилось, мы бы с вами сегодня не смогли предотвратить очень много проблем, которые на самом деле очень сильно назрели в нашем обществе. Озвучивали, что формирование психологии ребенка идет до 6-7 лет. Не будет ли решением проблемы, то есть психологическая работа с молодыми семьями, чтобы показать, как правильно воспитывать ребенка. То есть до появления ребенка уже, если вот, как говорит адвокат, на профилактику, то давайте так, пока он не появился, давайте мы подготовим родителей, какие они должны быть. Мадин, вы абсолютно правы. И такие программы тоже сегодня работают. Несколько проектов в городе идет, только охватить всего невозможно. А то, что вы говорите, вот абсолютно право. Дело в том, что я начинала работать с наркозависимыми. Это верхушка вот тех самых проблем, которые вот у нас рождаются. И постепенно за 10 лет мы пришли к молодым семьям. Потому что именно там надо готовить к родительству, именно их надо готовить. И, по крайней мере, просто информировать о том, что, оказывается, до 6 лет надо все это сделать. Оказывается, есть хорошие продуктивные методики воспитания, которые позволяют это сделать. И те, кто обращаются на ранних этапах, То есть совсем не обязательно, я согласна с коллегами, дожидаться какой-то проблемы. А потом бежать искать психолога. Психологи, уважаемые участники, работают только со здоровыми людьми. Мы не работаем там, где существует серьезная психологическая, или, простите, психическая проблема. Это уже диагноз. Мы работаем с абсолютно здоровыми. И если, допустим, к нам сегодня обращается семья, которая, мы, кстати, в ЗАГС города Караганды размещали объявление о том, что просим вас после заключения брака приходить, узнавать там и на совместимость, и получать рекомендации. И несколько семей обращались. Но у нас, к сожалению, сегодня, вы же знаете, такая психология. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Нам обязательно нужна какая-то проблема, чтобы мы мобилизовались, чтобы мы поняли, что это, оказывается, очень важно. Поэтому я призываю всех слушателей сегодня не дожидаться. Сегодня можно прийти, пройти диагностику, увидеть, к чему предрасположен ваш ребенок, заранее получить какие-то рекомендации, есть ли смысл опасаться или нет. Потому что мы работаем в комплексе со всей семьей. Айнар Аканович, вы хотели добавить? Позвольте, значит, во время передачи уже дважды прозвучала информация. Конечно, информация уже запоздала о том, что вот эти три девочки, они и ранее допускали какие-то проступки, правонарушения и так далее. Но я повторю, что эта информация уже запоздала. Если бы эта информация была своевременной, если бы, допустим, об этом не молчали родители, и тот же классный руководитель, социальный педагог, психолог, если бы эта информация своевременно поступила в Кировский отдел полиции, к нам в департамент, естественно, незамедлительно проводилась бы соответствующая работа. И, возможно, могли бы предотвратить более тяжкие последствия. Поэтому мне бы тоже, пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться и к присутствующим, и к телезрителям, что, да, возможно, где-то не срабатывает школа, не срабатывает психолог. Но не нужно думать, что при обращении в полицию в обязательном порядке последует какое-то наказание. Нет, наш инспектор по делам несовершеннолетних, он своего рода тоже психолог, пусть не квалифицированный, но он часто работает с детьми, общается с ними, практически живет с ними. В каждой школе есть школьный инспектор, поэтому, я думаю, своевременное обращение, оно тоже своего рода будет профилактика преступлений. Спасибо большое. Сейчас хотелось бы вернуться непосредственно к вам, Любовь и Андрей. Чего, Алексей, извините, чего вы ждете от следующего судебного заседания? Ожидания ваши? Будет происходить в ближайшее время апелляционное рассмотрение, наши апелляционные жалобы на решение суда о взыскании и компенсации морального вреда. Ну, нам хотелось бы, для нас не имеет значения размер компенсации, для нас имеет значение, чтобы она действительно над родителями впоследствии вот этот момент висел и преследовал именно гражданско-правовая ответственность, и нам хотелось бы все-таки, и нами ставился вопрос об этом, чтобы какая-либо компенсация, не важен, опять же, повторюсь, ее размер, но важен сам факт, то, что действительно со стороны отдела образования вина имеется. Мы не стали в процессе настаивать на вынесении частного постановления по данному случаю. Я думаю, правоохранительные органы работу эту провели, указали на недостатки в профилактической работе, но мы надеемся, что все-таки решение будет изменено и увеличено. Кроме того, те суммы, если даже родители будут исполнять это решение суда, будет с чего им исполнять, естественно, они никогда не будут затрачены семьей на себя, будут какие-то действия производиться для брата, все мы забываем о том, что остался брат, причем не просто брат, брат-близнец Ани. Буквально вчера мы посещали семью, ну, ребенку действительно очень не хватает, семь, больше семи, восьми лет они жили вместе, и теперь, к сожалению, вот этому ребенку тоже, я думаю, нужна и психологическая помощь какая-то определенная. И будем надеяться, что все вот эти совместные действия действительно принесут какие-то изменения законодательства, которые позволят школе, позволят правоохранительным органам более жестко на изначальном профилактическом этапе пресекать подобные действия. И хотелось бы обратиться к слушателям, к телезрителям, касательно того, что некоторые говорят о том, что действительно не понесено никакой ответственности, и дети об этом понимают. Но надо сказать так, во-первых, сейчас все эти три девочки, они пока не поняли сути происходящего, ну, наступит им 17, 18, 20 лет, у кого-то, может быть, будет благополучная жизнь, именно вот для этого нами сейчас в гражданском правовом порядке, и пытаемся мы что-то взыскать, показать, доказать, чтобы они об этом помнили. Потому что даже если будут введены какие-то изменения, ужесточения, у нас по Конституции закон обратной силы не имеет. И конкретно взятым вот этим трём девочкам ужесточить наказание обратным процессом будет невозможно. Спасибо большое. Ещё раз хотелось бы выразить огромное соболезнование вашей семье и любовь. А вам, дорогие телезрители, хотелось бы напомнить, что в эфире было ток-шоу «Шахар». Берегите себя, берегите своих близких и родных. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин